Третье заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области состоялось накануне в Бресте. В числе участников – представители вертикали власти и бизнес-сообщества. В центре внимания – уровень взаимодействия сегодня и перспективы на будущее. Соглашение о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах между Брестским облсполкомом и правительством Иркутской области было подписано на 4-м форуме регионов России и Беларуси в июне 2017-го. Вторая встреча рабочей группы состоялась в ноябре того же года в Иркутске. В ноябре 2018-го предметный разговор шел уже в городе над Бугом. Я считаю, что динамика хорошая, так как рост 30%, более 30% – это говорит о многом. Не так просто добиваться. Да, цифры не огромнейшие, не миллиарды долларов, но вместе с тем, как мы договорились, что на 100 миллионов мы выходим, это прилично. И самое главное, что увеличивается номенклатура нашей продукции, идет обоюдовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, так как мы больше говорим о совместных предприятиях, о создании предприятий как на территории Иркутской области, так и на территории Республики Беларусь. Это очень важно. Не сырьем торговать, а торговать готовой продукцией, товарами, услугами, заниматься туристическими услугами. Поэтому я считаю, что достаточно хорошая динамика. На уровне всех других регионов Российской Федерации мы вносим наибольший вклад в увеличение товарооборота между Россией и Беларусью. Целиком в этом году по России и Беларуси рост товарооборота 13,2%. То, что уже сказал Анатолий Васильевич, у нас 34%. И наш вклад в общий товарооборот достаточно весомый. Это первое. Второе. Мы вот уже в течение двух лет после подписанного соглашения о сотрудничестве между двумя регионами, сейчас за два года поднялись на такую следующую ступень. С нее уже видно дальше. Поэтому то, что мы сегодня обсуждали, это уже создание достаточно конкретных производств, которые и являются основой для вот этих результатов. Примеры совместных белорусско-иркутских предприятий уже есть. В городе Усолье-Сибирское работает Могилев-Лифтмаш Усолье. В ноябре 2017 соглашение о создании производства подписали Брест-Сельмаш и Иркутску Обл-Агроснаб. Сегодня ведутся приготовления перед запуском проекта. Тесное сотрудничество есть и в части экспорта и импорта товаров. Успешно работает с Иркутском, к примеру, группа компаний «Стим». В ходе мероприятия разговор шел об упрощении и ускорении логистики, а также создании совместного торгового дома. Есть перспективы и по другим направлениям – в деревообработке, пищевой промышленности, а также туризме. У нас есть что предложить. Мы говорили об этом. Тот поезд «Иркутск-Москва-Брест», который был организован, я считаю, что он должен быть постоянно, на постоянной основе. Это не разовое какое-то. Такой же, я считаю, что мы должны проработать направление и обратно. Может быть, не Москва, а Брест-Иркутск. Посмотреть маршрут. Байкал. Потому что очень интересно. И сегодня и нашим детям будет интересная история, и тем более озеро Байкал. Мы говорили об оздоровлении. Это те же наши санатории, которые остались в хорошем состоянии, оказывают услуги лечебные. Также надо задействовать спортивные объекты. Развитию отношений должны поспособствовать и подписанные в ходе заседания документы. Продолжение диалог получил на базе Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. Здесь состоялся форум деловых контактов. Заинтересованность во взаимодействии обоюдна. В составе иркутской делегации представители 14 предприятий. С белорусской стороны количество субъектов хозяйствования перешагнуло три десятка. Спектр тем широк. В этом году у нас ответный визит. Прибыло у нас 14 компаний, руководителей, владельцев компаний по следующим направлениям. Сельское хозяйство, строительство, переработка, а также биодобавки. Руководители предприятия надеются, что они найдут здесь хорошие деловые контакты, заключат договоры и продолжат развитие сотрудничества в дальнейшем. Я вообще в Беларуси первый раз в жизни. Поэтому после сегодняшнего мероприятия я пойду смотреть, что такое Брест. Вечером буду смотреть, что такое Минск. Это само по себе интересно. До сих пор у меня не было ни у меня, ни той компании, которую я возглавляю, с белорусской стороной и с брестскими компаниями. Но я вижу перспективы, что это возможно было. Сибирь – это такой интересный регион, где много ресурсов и очень широко распространено строительство как таковое. Очень много строится нефтехимических предприятий, газохимические комплексы. Мы, как местные строители, не успеваем осваивать эти объемы работы. Нам нужны партнеры. Может показаться странным бизнес-форум и почему здесь ДОСАА, да? Поэтому я тоже задаюсь этим вопросом. Но ответ, наверное, довольно простой. Дело в том, что у нас с Российской Федерацией, в частности региональными отделениями Российской Федерации, конкретно Брестская область, это город Санкт-Петербург, региональное отделение, Самара, Самарское отделение и Иркутское. Мы, скажем так, взаимодействуем по отдельным вопросам. Какие это вопросы? В первую очередь, это, конечно же, система подготовки специалистов для вооруженных сил. В данном случае у нас в Республике Беларусь, у них для своих вооруженных сил и других силовых структур государства. Как организован процесс у нас и как у них? Я приехала в Беларусь для того, чтобы увидеть воочию условия производства ваших фабрик. Которые занимаются и текстилем, кроме того, меня интересует трикотаж. Хотя, к сожалению, я не посещу пинскую фабрику по лесу, потому что очень короткий срок пребывания, расстояние и так далее. Но, тем не менее, в Минске с большим интересом я посещу все магазины, они у меня уже все на карандаше. Проеду, посмотрю, как это все продается, какая коллекция новая. Ну, а здесь я, безусловно, надеюсь встретиться с представителями вашей крупнейшей фабрики «Камволь». Также в программе визита делегаций посещение предприятия региона и мемориала «Брестская крепость-герой». 15 и 16 ноября делегаты принимают участие в мероприятиях, организованных в столице Беларуси. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.